Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Член Совета Федерации от нашего региона. Олег Александрович, добрый день. Добрый день. Как настроение? Рабочие? Все хорошо, работаем. Все хорошо. Да, вот мы сейчас уже начали говорить. Мы сегодня в рамках «Мужского понедельника» в первом части будем говорить о непосредственной работе Олега Александровича в нашем регионе, о встречах с жителями области, о том, какие проблемы они предлагают вам решать. Ну и надо, конечно, напомнить, что не так давно в Совете Федерации прошли дни, так называемые, Кировской области. Большая делегация ездила от нашего региона в течение трех дней. Были различные встречи, беседы. Совсем недавно мы говорили об итогах дней Кировской области вместе с вице-спикером Заксобрания Кировской области Романом Титовым. Он отметил, что сенаторы от нашего региона, а их два, пользуются таким авторитетом, подметил Роман Альбертович Титов. Все верно. Пользуйтесь авторитетом. Мы стараемся работать так, чтобы нам было не стыдно перед избирателями. Поэтому Совет Федерации это уникальная организация, я бы сказал, которая формируется не по партийному принципу, а мы отстаиваем интересы регионов. И поверьте, те вопросы, которые иногда в Думе как-то обходятся или не обсуждаются, в Совете Федерации они всегда стоят более остро. Они всегда более, так сказать, на пике, бывают на гребне волны, потому что проблемы регионов есть. И вспомнили про дни Кировской области, значит, это тоже уникальный формат, которого фактически в Думе нет. Когда приезжают регионы, когда они делают презентацию, когда они рассказывают о текущих и насущных проблемах, то есть, с одной стороны, это, в принципе, здоровый региональный лоббизм. Когда можно встретиться с министерствами, потому что надо понимать, что даже в рамках федерального правительства у каждого министерства свои цели и задачи, достаточно, так скажем, ограниченные бюджеты. И соединить все это вместе, учитывать региональные интересы, бывает достаточно непросто. То есть, я рад, что у некоторых коллег, которые приехали в Москву, которые послушали выступления представителей федеральных министерств, некоторые иллюзии на тему «мы попросим денег и нам дадут», значит, они разбились. То есть, увидели, что есть совершенно прагматичный подход, то есть, можем, делаем, не можем, но вот уже вопросы возникают к нам. — А вот смотрите, так вот объявлено, что, по-моему, 12 апреля будет подписание уже окончательное постановление Совета Федерации. Вот этот документ, он какое значение имеет, какую силу он имеет? — Насколько он весомый? — Я считаю, что, наверное, не факт, что те наши пожелания, которые вошли, на документ шла достаточно длительная работа, пытались согласовывать по многим позициям. Представители правительства были против вообще их включать в итоговый документ, поэтому надо отдать должное и комитету по местному самоправлению, возглавляя Мазаровым, и поддержки коллег из других комитетов. — Комитет Совета Федерации, да? — Да, 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 поддержки других комитетов, где у нас были профильные вопросы, большинство тех вопросов, которые мы ставили, и не вошли. — Дальше уже текущая работа, в принципе, будет зависеть и от нас, и от исполнительной власти. Потому что, если мы ставили вопросы, и Совет Федерации включает в постановление, то уже с готовым постановлением, которое идет в правительство, легче ходить и какие-то вопросы решать. — Например, самый недавний вопрос, который был мы на той неделе, вместе с исполняющим обязанности министром финансов, пошли в министерство финансов и начали уже разговаривать о текущих вопросах, которые есть. — И в рамках предварительной недоговоренности мы, наверное, скорее всего, получим дополнительные деньги. — Это на замещение коммерческих кредитов. То есть это будет опять бюджетный кредит, но разница в ставках, условно говоря, или 10%, или 0,1%. Это достаточно серьезная разница, и даже если сумма будет там 600-800 миллионов рублей, пока это в стадии обсуждения, я считаю, это опять экономия на обслуживание нашего долга, который на сегодняшний день немаленький, как бы, ну, это все в одну копилочку. — Эти дополнительные деньги куда планируется потратить? — Дополнительные деньги, они пойдут на замещение коммерческих кредитов. — То есть... — На расчеты с банками, то есть, получается? — Фактически, да. То есть мы будем замещать коммерческие кредиты кредитами, которые получаем от Министерства финансов. — Получается, что вот это постановление, которое будет затем направлено в правительство Российской Федерации, это такое уж... не надо так огульно надеяться, что... — Не надо огульно надеяться, что все рекомендации будут GRANT. — Это рекомендации, и работа будет зависеть от того, как исполнительная власть активно будет работать с правительством Российской Федерации по направлениям. То есть это не факт, что все будет лить и ресурсы, которые мы затребовали, да? Ну, вопрос простой, например, когда в Комитете по экономической политике Сергей Михайлович Машиногорский представлял проблемы, которые у нас есть по дорогам. Зам. Председатель правительства Кировской области. Да, да, да. Зам. Председатель министра транспорта четко сказал, что, ребят, пожелания хорошие, но денег на сегодняшний день дополнительных нет. Надо прилиять приоритетность. То есть для нас приоритетно это путепровод чистые пруды, для Кировской области приоритетен на сегодняшний день западный обход, остальное уже стоит не в таком приоритете. То есть для парень Альмиш в приоритеты не попадает? Это мнение заместителя министра транспорта Российской Федерации. Соответственно, все остальные вопросы, ну, есть ограниченный ресурс, да? Понятно. Министерство на этот год денег не обещает. Но сейчас уже начинается работа над бюджетом следующего года. Соответственно, мы должны активно работать и с министерством, чтобы в тех плановых документах, которые будут ложиться в основу бюджета, эта работа начинается весной, летом, это не осенью, не в конце уже года надо работать, какие-то суммы на Кировскую область были заложены. То есть простым языком выражаясь, надо застолбить заранее, да? Безусловно. Работа должна начинаться сейчас, мы должны доказывать, и, значит, какие-то суммы уже получать. Понятно, что мы в этом, в текущем году не получим, а в следующем году мы должны ориентироваться, чтобы эти суммы получить. Я приведу простой пример, если касаемо дорог. Долго велась работа по передаче дорог в федеральную собственность, это дорога из Кострома, Шариан, Пермь. То есть мы к этому вопросу аналогично подключались тоже, и, слава богу, эту дорогу передали. То есть по факту в Дорожном фонде будет образовываться экономия от обслуживания, и эта экономия опять будет направлена на ремонт и реконструкцию тех дорог, которые есть в Кировской области. Ранее называлась цифра 300-400 миллионов. Ну, там более 300 миллионов в год. Эта цифра будет направлена, значит, на текущее содержание дорог, что немаловажно. То есть стоит надеяться, что вот за счет высвобождения такой суммы проблема дорог в нашем регионе как-то менее остро будет стоять. На 300 миллионов менее остро, скажем так. Я бы сказал, знаете, есть простая истина, там денег никогда много не бывает, у нас и в этом году дорожный фонд больше. Но опять Совет Федерации много лет уже поднимает проблему, чтобы те деньги, которые заложены в бюджет, приходили в регионы раньше. Это касается денег дорожного фонда. Вроде добились. Что после этого следует? Надо научиться правильно хозяйствовать. Здесь на месте? Здесь на месте, конечно, здесь на месте, потому что от того, как мы хозяйствуем, чего достигаем, при распределении ресурсов, на это тоже обращается внимание. То есть помогают не тем, кто только просит, а помогают тем, кто еще может и дает результат. Соответственно, например, на город Киров еще в конце того года, точнее в ноябре месяце, было уже понятно, сколько там в город Киров получится дополнительных денег. Там более 600 миллионов рублей попали в программу. Безопасные и качественные дороги. Да, 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 попали в программу. С этого момента у нас прошло декабрь, январь, февраль, март. Апрель начался. Апрель. Пять месяцев. Но, к сожалению, на сегодняшний день до сих пор, для меня, по крайней мере, непонятно, кто подрядчик. Так, торги состоятся в апреле месяце, когда по факту уже надо выходить, но это не главная проблема. За что же главное? Мы прекрасно понимаем, что если мы исходим из аксиома, что деньги и ресурсы ограничены, их немного, то нам надо максимально эффективно использовать. То есть, выходит на дорогий подрядчик. Соответственно, мы должны понимать, есть ли у него техника, есть ли инертные материалы, по какой стоимости они закуплены. Если на всю страну на сегодняшний день пошло большее количество денег, мы должны понимать, что там спрос на уральский щебень, который нам по логистике сюда идет, на дороге, на него будет больше. Соответственно, нет слонового хозяйства, цена будет больше. Точно так же, с битумами, да, там по битуму, объем битума в стране, там производство, он тоже имеет предел, он ограничен, импортный битум не повезем. Соответственно, все эти вопросы должны учитываться, и мы должны еще помнить такой вопрос, что тот подрядчик, который здесь работает, если он выполняет за меньшую стоимость, ну, себестоимость он ниже, а контракт он выиграл, то есть он имеет возможность, значит, упасть по стоимости контракта, или заплатить на территории нам здесь налог на прибыль. То есть мы, как бюджет, опять получаем много не мало, 20% налога на прибыль мы получаем. Ну, правда, 3% сейчас уходит в федеральный бюджет, что опять для нас разовое решение было хорошо. Я прошу прощения, мы продолжим обязательно дорожную тему, но спустя небольшую паузу скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается морской понедельник, мы сегодня беседуем с Олегом Казаковцевым, членом Совета Федерации от Кировской области. Зацепились за дорожную тематику, давайте... Мы о чем не начинаем разговор с утра, все равно к дорогам приходим. Давайте продолжать, ну, действительно, ну, все мы, вот каждый человек, наверное, ждет и в городе Кирове, и в районных центрах, когда же все-таки проблема перестанет стоять так остро с дорогами, ну, надо сказать, что сейчас вот был конкретный ведь упрек, да, от Олега Александровича, что деньги-то 5 месяцев назад были выделены, и до сих пор... Было, по крайней мере, известно, сколько и будет, да. Совершенно точно. Это... Чья недоработка-то конкретно? Кто плохой хозяйственник-то? Давайте определимся, у нас есть АТОМ. Если мы какие дороги рассмотрим? Мы с Лигарем по городу Кирову. Областные, а если областные, значит, конкретно тогда у нас на сегодняшний день есть... Раньше был департамент дорожного хозяйства, сейчас министерство дорожного хозяйства. Соответственно, я просто вам предлагаю, есть простые рецепты, то есть одно дело ходить, измерять дырочки, значит, там не говорить, тут плохо, там плохо. Второе, создать систему контроля и надзора. Поэтому я считаю, что надо создавать систему контроля и надзора, достаточно понятную, прозрачную, тогда легче будет спрашивать. Второе, когда мы говорим про город Киров, мы должны понимать, что муниципальная власть, она самостоятельна на сегодняшний день. Соответственно, все вопросы должны быть муниципальной власти на приглашать и конкретно спрашивать. Я думаю, и законодательное собрание, и областное правительство будет посвящать отдельные мероприятия этим темам. А контрольно-надзорная в какой форме? Кто это? Что за структура? У нас вообще Россию громко объявили, что общественный контроль в действии. А, ну, кстати, депутаты Городомы недавно заявили о том, что надо муниципальный контроль возрождать. Вроде как было. Да без вопросов у нас контролеров-то вроде бы много, а дороги-то контайм в этапе. Контролеров много. Вопрос системности, да? То есть, на, а первое, разбираться с деньгами. То есть, добиваться того, чтобы все деньги планово расписывались, все торги были под контролем. То есть, на разбираться... Проходили вовремя, наверное, еще все-таки. Проходили вовремя. То есть, эти процедуры должны быть прописаны, должны быть приняты стандарты. Когда эти стандарты нарушаются, соответственно, надо задавать серьезные вопросы. Других вариантов навести порядок здесь нет. То есть, сейчас вот таких стандартов нет? Фактически нет. У нас на ямочный ремонт нет никаких гарантийных обязательств. Подождите, нет. Тут все-таки под нажимом они там сказали, что до полугода увеличили гарантийный срок на ямочный ремонт. У меня вопрос простой. Значит, если увеличен срок на ямочный ремонт, и у нас очень много надзорных организаций, покажите, сколько подрядных организаций и какую сумму заплатила в виде штрафов по контрактам. Конкретный вопрос? То есть, давайте посмотрим доходную часть бюджета, например, города Кирова, сколько штрафов от организаций подрядных поступило. То есть, вопрос идет, видимо, так, что раз они увеличили срок, то должен быть какой-то эффект от этого. Или тогда выполняется все чудесно, что мы как потребители не видели, или тогда вопрос, где суммы штрафов за выполненную работу. Поэтому вопрос достаточно серьезный. Я считаю, что здесь и законодательная, и исполнительная власть должна больше работать над процедурами. То есть, процедуры должны стать более открытые, понятные и прозрачные. То есть, подрядчики должны нести ответственность. Без этого делать хорошие дороги, к сожалению, невозможно. Давайте сейчас о делах региональных поговорим. Мы знаем, что вы активно ездите по райцентрам, встречаетесь. Что сейчас в повестке дня Олега Александровича наиболее важные, какие моменты удалось обсудить, поговорить в последнее время, в последние дни? В повестке дня это состояние, опять, межбюджетных отношений с районами. Сегодня очень важно, чтобы АТОМ, знаете, об основе бюджета, он вроде бездействительный, принят. Соответственно, у районов достаточно сложные бюджеты. Я могу сказать, что у нас многие занимаются популизмом, но по факту у нас 50-70% фактически среднего районного бюджета идет на образование. То есть, на образование. Это же муниципальная отрасль. То есть, идет на образование. Соответственно, оптимизация, изыскивание каких-то ресурсов. И второй очень важный вопрос, это все-таки, с моей точки зрения, мы должны на федеральном уровне когда-то говорить, что, и откровенно говорить, что у нас денег на образование в том формате, как в законе образования, не хватает. Ну, я приведу простой, там, пример, есть, например, малокомплектная школа на 300 учеников, в которой учится 11 человек, на них 10 учителей, 4 человека, вспомогательного персонала. Вроде бы, дворянское образование, да. Но детки не получаются конкурентоспособными. Это какой населенный, потому что, представляете, какой район? Ну, район хотя бы. Ну, это Унинский район, предположим. Унинский. И такие школы есть, и что с ними делать? Но это не редкость, да, безусловно. Как этот вопрос решать? То есть, и понятно, что школы, построенные там 40 лет, там, 20 лет даже назад, 30 лет назад, окна выпадают, у муниципалита денег нет, привести в нормативное содержание проверяющих, ходит там по 5-6 проверяющих организаций, все пишут, предписания. Вопрос очень серьезный. Что с этой школой делать? Или закрывать? Что делать? Второй серьезный вопрос, и это тоже в рамках дня Совета Федерации обсуждалось. Один из системных запросов населения, которое живет в небольших населенных пунктах, это запрос на дайте нам учителей, дайте нам врачей. На сегодняшний день мотивировать молодого специалиста на приезд в небольшой населенный пункт достаточно сложно. Это невысокие заработные платы. А там даже не молодого специалиста, там по здравоохранению возраст повысили, до 50 лет. Повысили, и деньги есть, и достаточно сложно мотивировать, потому что все смотрят, например, хирург в Богородском районе. Нужен хирург, дайте нам хирург для требования населения. Хороший хирург должен делать 200 операций в год. Такого объема операций нет. Соответственно, хирург, который беспокоится о своей профессиональной карьере в будущем, он выбирает те места, где у него будет профессиональный рост. В рамках этого Совете Федерации активно вели работу, я законопроект направлял с поправками закон образования. Но, к сожалению, в нем отказали. В чем суть? Суть простая, что заключать контракты, и фактически, если контракт не выполняется, то человек, который отучился, должен вернуть стоимость обучения. То есть на уровне высшего образования врачей еще заключать контракты с ними, с будущими? Это совершенно нормальная ситуация, потому что государство тратит деньги, и когда человек потом отучившийся на педагога, например, не идет в профессию, мы считаем, что государство потеряло эти деньги. Может, идет в профессию, только не возвращается туда, откуда его послали? Ну, не факт. Я считаю, что человек должен заключать контракт и идти в профессию. Если он не пошел, то он должен вернуть ей сумму. Сейчас на уровне правительства Российской Федерации вопрос прорабатывается. Значит, уже... То есть тема не заглохла, да? Тема не заглохла. Решение есть от судебных органов, которые долго этот вопрос рассматривали, возможно ли вернуть стоимость обучения. Решили, что будет возвращаться не стоимость обучения, чтобы... Потому что у нас по конституции каждому гарантировано право на образование, а будут возвращаться там штрафные санкции. То есть я думаю, этот законопроект, скорее всего, в редакции правительства вполне возможно. В договоре будут указаны определенные суммы штрафных санкций, да? Да. Будут указываться в договоре суммы штрафных санкций, и, значит... Ее придется возмещать в том случае... Придется возмещать. Я могу сказать, что сразу для грамотных юристов здесь опять появится работа. Достаточно большая... Нет, это очень дискуссионный момент. Это дискуссионный момент. Но мы должны понимать, без решения этого вопроса мы столкнемся с тем, что большинство малокомплектных школ в перспективе от 5 до 15 лет останутся без преподавательского состава. Так же точно, видимо, и в медицине. И с медициной возникают эти же вопросы. Поэтому на принимать... И правительство области в этом работает. Принимать новую концепцию. То есть базовые опорные школы, дистанционное обучение, дистанционная медицина. Максимально делать все-таки доступной медицину. Потому что один из основных вопросов, как ни странно, это сегодня встает. И медицина, доступность медицины. И, что очень важно, диагностика, качественная диагностика. Отношение врачей к пациентам тоже достаточно большая проблема. Потому что, наверное, определенная низкая конкурентная среда позволяет относиться достаточно прохладно к пациентам. Мы говорим о небольших школах, малокомплектных. А с большими-то образовательными учреждениями, организациями у нас все в порядке? У них нет никаких проблем? Проблемы, как в любой организации, есть. Но я считаю, уровень среднего образования в Кировской области на фоне российского достаточно высокий. Но это подтверждается рядом. Это подтверждается и тем, как наши детки ездят на различные олимпиады, участвуют в различных конкурсах и так далее. И уровнем сдачи ЕГЭ по России все эти оценки есть. Поэтому я могу сказать, что благодаря нашим педагогам среднее образование в Кировской области остается на достойном уровне. То есть ребятки, которые получают образование в малокомплектных школах на сегодняшний день без проблем, могут ехать в различные вузы страны. С новым министром образования, вернее исполняющим обязанности министра образования на Шевергену встречались, беседовали? — Лично? Нет. — Потому что мы сейчас, как-то я пытаюсь понять, он сейчас должен какую-то новую концепцию представить, раз он новичок в этой главности. — Так, стоп. Я подумал про федерального имити. — Не-не-не. — Про пустера нашего, про Михаила Исапула. — Нет. И с ним еще не встречался. Но я думаю, будет представлена новая концепция. То есть, потому что человек из образования, человек понимает, наверное, как... — Одну из самых успешных школ возглавлял долгое время, да, кировский физмат лицей. — Ну, это одно дело, конечно, в Кирове, а другое дело, когда речь идет о районах, мне кажется, там, и вот речь идет об этих школах. Ведь сами знаете, как население относится к перспективе ликвидации школы у них в селе, да? — Совершенно печально. Это больной и острый вопрос. — Очень больной вопрос. — Как только школа закрывается, села фактически не становится. Поэтому один из посылов, которые в районах есть, это все-таки наличие экономики. Опять рассматривая на сегодняшний день районный бюджет, мы должны понимать, что наполняемость его в основном за счет налога на доходы физических лиц, налога на имущество. И совершенно печально, когда основные платильщики налога в районный бюджет не предприятия со своим экономически активным населением, а работники бюджетной сферы, которые получают заработную плату выше, чем те предприятия, которые есть и скрывают официальную заработную плату. И работники не все уплачивают. Но живут, пользуются всей социальной инфраструктурой. И это, наверное, тема отдельного большого разговора. — Нам пора сделать небольшой перерыв. У нас рекламная пауза. Сейчас будет Олег Казаковцев, член Совета Федерации от Кировской области. Именно с ним мы сегодня общаемся. Скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. На морской понедельник в эфире ведущая программа Николай Голиков и Владимир Сметанин. Наш гость Олег Казаковцев, член Совета Федерации от нашего региона. Продолжаем. Мы так по основным каким-то болевым точкам сегодня решили пробежаться. Образование, медицина, дороги. Поговорили уже сельское хозяйство. Тоже этим вопросом, Олег Александрович, уделяете внимание. На прошедших днях Кировской области мы знаем, там и тема борьбы с Борщевиком поднималась. Поднималась, да. И Борщевик скоро подниматься. У нас звонок поднимается. Давайте сельское хозяйство чуть позже перейдем. У нас звонок 211-101. Вы в эфире. Добрый день. — Добрый день. — Как вас зовут? — Надежда. — Надежда. У вас вопрос, мнение? — Я хочу сказать, что государство самой стимулирует отъезд населения из районов. В областном центре идет бурное строительство. Красный метр жилья дешевеет. И люди оттуда уезжают. Поэтому там не остается ни учеников, ни больных для хирургов. То есть это ошибка государства. Наоборот, нужно развивать строительство в районах. А в областных центрах нужно прекращать. Дома стоят, половина квартиры пустые. Никто их не может продать. Вот в чем мой вопрос. — Понятно. Спасибо. — Хорошо. Ну, не вопрос, мнение скорее. — Ответить? — Конечно. — Конечно. Интересное, между прочим, мнение. — Вопрос такой риторический. — Нет, но он интересный вопрос поставлен. — Вопрос имеет право быть. Значит, совершенно понятная позиция. Мы с ней часто сталкиваемся. Кто должен строить в районах? Первый вопрос. И для кого? — На который очень сложно ответить. Мы опять говорим, что у нас есть муниципальная власть. Чтобы было строительство, что надо в районе сделать первое. Это уже, понимаете, сто раз рассказывали. Значит, если глава, руководитель райцентра, поселение там заинтересованы в том, чтобы было строительство, надо сделать понятные и доступные участки. Размежите людям участки. Покажите, где эти участки. Проведите торги по этим участкам. Сделайте систему понятной и прозрачной. Второе. Источник денег для строительства. Это местные предприниматели, местные материалы. Анализ потребностей. Кто может приобрести это жилье? Третий вопрос. Программа работы от переселения ветхого жилья. Я могу сказать, что не все районы, не все муниципалитеты в районах области в нее активно подключились. Цена, которую установило федеральное министерство, 24 тысячи за квадратный метр, в районах области за эти деньги построить не могут. Даже при наличии федеральных денег. То есть это слишком дорого? Слишком дешево? Слишком дешево. По 24 невозможно купить жилье новое. Поэтому здесь вопрос и к предпринимательскому сообществу. Ограничить аппетиты и строить. И, конечно, один из серьезных вопросов. Построить жилье можно. Это вопрос инфраструктурных подключений. Многие вещи изношены. Куда подключаться и так далее. Поэтому вопрос комплексный. И отвечая еще на него, надо понимать, что в районах должна быть экономика. Без экономики не будет у нас ни больниц, ни школ, ничего не будет. Просто некому будет в этом жилье жить, если не будет экономики. То есть должна быть экономика. Соответственно, экономика немножко поменялась. Если мы вспомним, раньше в каждом районе был свой молокозавод, свой хлебозавод и так далее. Все это было. Они обслуживали потребности и интересы района. Они и строили, были основными работодателями. На сегодняшний день, посмотрите, пусть дороги не очень, но поменялись. Транспортно доступно еще есть. Мелкие предприятия не выдерживают конкуренцию с крупными предприятиями. Просто не выдерживают. Соответственно, у нас поток продуктов идет не из села в город. А из города в село. И что выбирают потребители? Потребители сами голосуют рублем. То есть они голосуют часто не за местные продукты, а часто голосуют за те продукты, которые приезжают. Соответственно, возвращаясь к экономике, с ней достаточно на сегодняшний день. Сегодня очень хорошо, но могу сказать, что там, где есть крепкие хозяйственники, например, в рамках сельского хозяйства и так далее, там есть достаточно хорошие результаты, там восстанавливаются и клубы, там есть запрос и на школы, там есть в рамках небольшого ГЧП какие-то проекты успешные проводятся, в рамках местных инициатив проводятся активно проекты. Ну, это не так распространено, конечно. Ну, местные инициативы у нас нормально распространены. Но еще раз, вот смотрите, да, мы часто говорим, у нас есть такой образ, что там в Кировской области нет сельского хозяйства. В то же время, там, за последнее время, благодаря, там, работе правительства по надою молока, мы, там, в ПФО фактически лидеры, на пятом месте по России, то есть у нас есть хорошее поголовье. То есть мы для многих примеров, когда я как-то коллегам рассказал... Где это было сказано? Каждый пятый литр молока... Это была ошибка. Производится, но это была ошибка. Это кто-то обманул Брилева. Каждая пятая тонна, он сказал. Каждая пятая тонна. Сегодня мы достаточно уверенно позиции занимаем. Поэтому перспектива развития сельского хозяйства есть. Вопрос, опять же, к федеральным министерствам. Когда министр сельского хозяйства в Совете Федерации выступал, у меня там один из вопросов был... С Качевым, я имею в виду. Качевым. Достаточно простой. Когда федеральное министерство обратит внимание на те сельхозтерритории, которые, к сожалению, сегодня зарастают лесами. То есть мы занимаемся программами мемблигерации, занимаемся южными районами и так далее, и так далее. В нашей стране. Но ответ был неутешительный, что денег сегодня нет. То есть ответ, можно сказать, был стандартный. Стандартный денег нет. Но когда-то в перспективе придут инвесторы. Проблема заключается в том, что когда потенциально земля будет интересна, эти земли сельхозназначения, они, к сожалению, уже... То уже будет лес. Будет лес и экономически будет нецелесообразно его выпахивать. То есть или будем, как помните раньше в учебниках у нас, подсечены, земледелие. Первобытная община, да, еще долго. Поэтому эти вопросы решать на федеральном уровне сегодня или земли переводить. И земли сельхозназначения, но министерство сельского хозяйства возражают против этого. А почему? Получается, ни себе, ни людям. Ну вот, есть на сегодняшний день проблема межминистерского взаимодействия. Такие вопросы есть. И, конечно, на уровне федерации эти вопросы будем поднимать. Потому что такая история, она типична, что я совершенно не ожидал, оказалась и для Крыма. Да, коллега из Крыма сказал, что у них аналогичная история есть. Так у них там вроде земли, такой слезястный немного. Вот я тоже так же не ожидал. И она зарастает. А оказывается, и в Крыму такая проблема есть. Поэтому мы договорились с ним над этой проблемой. Работать вместе? Тихонечко работать вместе и двигать этот вопрос. Интересное сочетание Кировской области и Крым. Хорошо. Почему? Я еще раз говорю, что у нас 85 субъектов Российской Федерации. И мы все учили экономическую географию, но иногда возникают совершенно неожиданные вещи. Что вопросов, которые пересекаются с соседними регионами, даже, кажется, регионы более богатые, но, оказывается, общие проблемы есть. И я считаю, что Совет Федерации в этом направлении достаточно активно работает по региональной тематике. Хорошо. Что с борщевиком-то, Олег Александрович, с упомянутым? Вот привязался. Да, привязался. Ну, да, что он? Отъедет себя от Кирова. Не надо. Борщевик – это проблема не только Кировская. Вы можете отъехать от Санкт-Петербурга, можете отъехать от Москвы километров. В Коми ездят, чем Северники будет. С 40 и 50. Моя позиция простая. Я считаю, что проблема эта федерального уровня. То есть мы можем, как всегда, опять перекладывать эту проблему на муниципалитеты. Я просто, значит, видел у нас в Кировской области деревню, где живут уже, к сожалению, одни пенсионеры. И летом специально приезжает помощь прокашивать две тропинки. Одна до магазина, другая до остановки. Все остальное просто там заросло борщевиком. Есть такие проблемы. Поэтому проблема федерального уровня. Я считаю, здесь надо на уровне Министерства сельского хозяйства выделять специальные или гранты, или поддержку. Гранты выделять для науки. Потому что наука родила. Наука должна и погубить. У меня всегда интересно. У нас такой научный центр. Все равно что-то в этом растении должно быть полезное. Из чего можно делать деньги? Может быть, все-таки ученым поработать? И вместо того, чтобы его скашивать и уничтожать, создать предприятие? Давай, знаете, летом, когда едешь на машине куда-то, меня, честно говоря, все время поражают наши бескрайние просторы с огромным количеством биомассы, которая ежегодно пропадает. То есть, огромное количество. Там стоит трава, биомасса любая стоит. Любая биомасса стоит. В прошлом летом я огромные поля люпина видел. Люпин стоит. Любя с одной коровы в округе. Кстати, где люпина растет, борщевик не растет. То есть, коров не должно быть в округе. Давайте еще один миф разобьем. То есть, у нас корова на сегодняшний день – это аппарат для производства молока. Если мы считаем, что у нас корова должна пастись, как в Швейцарии, у нас немножко другая экономика. То есть, население, к сожалению, практически на сегодняшний день коров по факту не держит. Это трудоемко. То есть, соответственно, крупное хозяйство, у них поставлен процесс. Если корову весной выгоняют, уже пастись, у ней перестраивается еще организм, надувь и падает. Поэтому здесь немножко, кто занимается в промышленных объемах производства молока, это наши крупные сельхозтоваропроизводители, у них нет интереса заниматься пастбой коров, чтобы это было красиво вдоль дорог. Отсюда образ, что у нас нет сельского хозяйства. Это большое заблуждение, еще раз говорю. Потому что по надуям мы на сегодняшний день в России на хорошем уровне. И недавно у нас была встреча в рамках работы со счетной палатой. И счетная палата проверяла эффективность использования федеральных денежных средств, которые направлены были на поддержку молока. И достаточно много вопросов там Человек Совета Федерации задавали. Потому что все-таки надо выходить на критерий товарного молока. Не абстрактного молока, который там невозможно все посчитать, который в частных подворьях, особенно на юге России, там считается. А критерии товарного молока, тогда эффективность господдержки, она вырастет. Тогда мы, наверное, в России себе обеспечим молоком. Но одна из печальных цифр, которую я услышал, это что мы только к 2020 году по России планируем выйти на 6 тонн молока. Это в среднем по России. В среднем по России. Что-то цифра малая? По сравнению с Кировской областью молока. По сравнению с Кировской областью она, конечно, малая. Я считаю, что то, что достигнуто в Кировской области, надо другим регионам изучать, тиражировать и пытаться выйти, значит. И возвращаясь к тому, с чего начали, борщевик, наука должна этим заниматься плотно. Потому что выкашивать можно, что-то можно делать, но посмотрите, у нас вдоль дороги на расстоянии метра полутора убрали, дальше земля непонятно чья, дальше лес. Предположим, что земля муниципальная, не техника, туда вражек ничто подойти не может, в канаву, и борщевик растет. Поэтому я считаю, только наука здесь в состоянии нам помочь. К сожалению, истекает время нашей беседы с Олегом Казаковцем, член Совета Федерации от Кировской области. Напомню, Олег Александрович, у жителей города, жителей области есть возможность сейчас прийти к вам на прием? Без проблем. Куда можно обращаться? 141 кабинет. Здание правительства. Это которое номер 2? Номер 2. Со стороны Ленина. Хорошо, будем рады снова пообщаться с вами по прошествии какого-то времени. Приглашайте, всегда с удовольствием. Еще темы немаловажные. Спасибо. Сейчас мы прервемся на новости, тематические программы, и в следующий час уже с новой темой вернемся.